Аккаунт для Форзы И хоть игра сама неплохая, но вот проблемы, с которыми вы можете столкнуться, явно на 4000 не тянут. За 4000 я должен просто купить, загрузить и запустить. И это касается, ребят, не только, скажем так, вот такой активационной версии, как у меня. Такие же самые проблемы возникают и у людей, которые покупают игру прямо в Microsoft Store. Не думайте, что если вы купите игру там, вы будете вот определенно защищены от всех этих глюков. Ну, неважно, не в этом суть. Для начала я расскажу, где я покупал аккаунт, как его активировать, и потом уже расскажу, как починить вылеты. Сразу предупреждаю, ребят, это не реклама. Вы можете покупать аккаунт в любом месте. Я просто дам вам ссылку на того продавца, где я брал. Конечно, вы можете купить аккаунт в любом другом месте, и он будет тоже нормальный. Но я руководствовался тем, что у этого продавца было больше всего продаж. И при этом меньше всего возвратов. А вот и, кстати, тот самый продавец. Unlock Online покупал я именно на платье.ру. Стоило это ультимейт издания 4-й Форзы, плюс ультимейт издания 3-й Форзы. 412 рублей. Покупка стандартная. Выбираете способ оплаты, с помощью которого вы хотите оплатить. Нажимаете «Я прочитал». Выбираете свой там ультимейт или делюкс издания, что хотите. И нажимаете «Купить». После подтверждения покупки вас перекинет на окно, в котором будет два ключа для каждой из игр. Плюс ссылка на специальную программу для активации. И плюс еще там гайд, по которому можете почитать, как это сделать. Если вы случайно закрыли это окно или вышли из аккаунта этого, просто заходите «Мои покупки». Отправляете себе письмо на почту, в котором будет ссылка на список ваших покупок. Открываете ее, выбираете свою Форзу Хорайзен и вот то же самое окно у вас и будет. Вот эти самые ключи. DMC-активатор KFH4 и DJMC-активатор Форза Хорайзен 3. У каждого из вас они будут индивидуальные, поэтому я, разумеется, вам свои не покажу. Дальше вам дают ссылку на сам этот DJMC-активатор. Ну и, как я и сказал, есть инструкции. В общем, копируете этот код на Форзу Хорайзен 4. Качаете то приложение. Вот, кстати, это самое приложение. Также вам дополнительно, разумеется, надо два приложения. Это Microsoft Store и компаньон консоли Xbox. Во-первых, в компаньоне консоли Xbox вам нужно создать свой аккаунт. Через него вы как раз-таки вот создаете свой аккаунт и через него вы будете запускать Форзу. В аккаунте Microsoft Store вы должны выйти из любых аккаунтов, в которые, допустим, вы вошли. То есть, если, к примеру, в свой. И нельзя добавлять рабочую или учебную запись. Для того, чтобы войти в тот аккаунт, который вам дали, нажимаете «Войти», выбираете учетную запись Microsoft. Я уже входил в этот аккаунт, разумеется, потому что я скачивал, вот он у меня есть. Но если вы будете перезаходить в аккаунт, вам нужно выбирать не вот эту как раз-таки версию, которую вы уже, ну, заходили, а именно использовать другую учетную запись, то есть, как бы, новую создавать. Но при этом она создаваться новой не будет, здесь огромного количества списка, а будет вот именно одна запись вот эта. Поэтому нажимаете «Учетная запись Microsoft» и вот с этого момента вам нужно вот это приложение. То есть, берете свой ключ активации, который вы скопировали, вставляете в это приложение. Это приложение проверяет подлинность вашей покупки. Проверяете ключ активации. Приложение говорит «Спасибо, молодец, ты все правильно сделал». И тебе просто нажимаете «Ввести логин и пароль» и ничего не трогаете. Это приложение контактирует с Microsoft Store и автоматически будет забивать все логины и пароли. Не трогайте мышку, клавиатуру, просто сидите и ждете, пока все введется. Там нужно подождать обычно там от одной до трех минут. Если с первого раза не получилось, просто повторите попытку. Иногда такое случается. Ну вот и все. Как только приложение закончится, вам выкинется на факт. Здесь можете почитать что-нибудь интересное, если вам это действительно интересно. Но это больше ничего не нужно. Просто закрываете программу. Вот, пожалуйста, вы уже как бы вошли в аккаунт, который купили. Вы просто вводите в поиски Forza Horizon 4, вот, пожалуйста. И качаете. Вот ваше ультимейт-издание. Качаете и устанавливаете. Она вот приобретена, типа. Устанавливаете его в Microsoft Store. Но запускать игру, как я сказал, будете не через Microsoft Store, а как раз через Xbox Live. Вот, в принципе, по активации и все. Не так сложно, достаточно удобно. Но проблемы могут возникнуть дальше с самой игрой. А именно с тем, что она будет вылетать, там, по-моему, каждые 15 минут. Как у меня было. Причин этому может быть множество. На самом деле, я испробовал огромное количество способов, но мне помог только один. Но я расскажу, разумеется, все, что я делал, для того, чтобы, ну, попытаться как-то оптимизировать эту игру. Для начала начнем с банального. Проверяете драйвера на все ваши устройства. То есть на видеокарты, на эти. То есть можете использовать просто вот какое-нибудь такое простенькое приложение, типа Driver Hub. Оно очень быстро ищет все недостающие обновления для вашего компьютера. И просто качаете. Очень удобно. Я всегда им пользуюсь. Особенно, когда переустанавливаю Windows. То есть мне впадло искать все эти обновления. Просто качаю его, и он сам автоматически все это устанавливает. Единственное, используйте только режим эксперта. Он обычно, когда вы там делаете чистую установку этих драйверов, с самого начала, еще там дополнительно закидывает всякие антивирусы, еще какую-нибудь парашу. Поэтому галочки с них снимаете, оставляете только то, что вам нужно. И устанавливаете все эти обновления. Следующее, что нужно сделать, это обновить Windows до последней версии. На данный момент у меня, по-моему, версия T1903. То есть заходите в настройки, пишите здесь просто обновление. И проверить наличие обновлений. Пожалуйста, проверяйте наличие обновления. Он там все у вас скачает. Устанавливаете. Ну, вы заметите, перезапускайте компьютер, потому что они применяются только после запуска. И вот все. Обновили до последней версии. Если же все равно, у вас игра каждые 15 минут вылетает. Идем дальше. Следующее, чем может конфликтовать Forza, это с разнообразными приложениями. Если, к примеру, у вас есть антивирус Аваст какой-нибудь, то Forza может вообще даже не запускаться. Я даже не говорю о том, что вылетать. Она может даже не запуститься. Так было и у меня. Я случайно был, установил Аваст, когда обновлял драйвера видеокарты. Забыл убрать и понеслась там. Аваст, Яндекс.Браузер и так далее. В общем, целая игра. Пришлось удалять еще, наверное, минут 10 все это барахло. Но, да, есть проблемы. Но, на самом деле, я, ребят, антивирусом не пользуюсь уже, наверное, лет 10. И никаких проблем не испытываю. Также проблемы могут возникнуть с таким приложением, как, к примеру, MCI AutoBurner, ну и другими мониторингами ресурсов. Я обычно редко им пользуюсь, но, насколько я помню, помогает именно сначала запуск игры, а потом как раз таки MCI AutoBurner. Если вы сначала его запустите, то игра может вообще не открыться даже. Ну и последнее приложение, с которым я точно знаю, конфликтует Forza, это как раз таки OBS. Если вы стример или, к примеру, просто хотите записать видео, показать другу, то советую использовать именно запись экрана. Потому что, когда вы делаете захват Forza как приложение или окна, то она тоже вылетает. Она даже не запускается. Со сторонними приложениями разобрались. Если же у вас все равно до сих пор вылетает игра, идем дальше. Одна из проблем вылета Forza была связана еще с микрофоном. Еще с третьей части Forza почему-то она странно конфликтует именно с микрофоном, который вы используете. Поэтому заходим опять же в настройки, заходим в конфиденциальность, выбираем здесь микрофон и отключаем доступ Forza к микрофону. Ну а также еще в Microsoft Store и компаньону консоли Xbox. Также микрофон еще советую отключать именно в самой Forza. Заходите в параметры звук и здесь выключаете микрофон. Это тоже может, скажем так, немножко конфликтовать в самой игре почему-то. Не знаю, с чем это связано, но бывают проблемы из-за микрофона. Если после этого Forza у вас все равно еще вылетает, то стоит еще парочка способов, наверное, но они уже такие более действенные именно. Открываем поиск, вводим сюда службы. Открываем эти службы как раз-таки. И здесь, когда вы первый раз запускаете, почему-то многие службы Xbox Live не активированы. Просто, ну, открываете, скажем так, вот именно полную и ищете все, скажем так, позиции, в которых будет упоминание Xbox Live. Я, разумеется, вам еще сейчас покажу. Это начинается вот Xbox Accessory Management Service. Открываете его, нажимаете здесь «Запустить», ставите «Автоматически», «Применить», «Окей». Дальше листаете, 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 листаете. Диспетчер проверки подлинности Xbox Live, то же самое запустить, «Автоматически», «Окей». Листаете дальше. Сетевая служба Xbox Live, то же самое делаете. Ну и последнее, это «Сохранение игр на Xbox Live». Тоже ставите «Запустить», «Автоматически», «Бла-бла-бла», «Применить», «Окей». Готово. Ну, если после этого уже все, ничего вам не помогает, Остается именно последний способ А именно крашить рабочий стол экрана Это работает практически у всех Вот у кого потестировали Работает всегда Почему-то Forza конфликтует с рабочим столом С своей же операционной сука системы Можно конечно вручную написать батник Но проще пользоваться именно Forza Fix Вот таким вот То есть запускаете его Вам высвечивается сообщение Что для того чтобы закрыть Explorer X Это как раз таки приложение которое отвечает за показ рабочего экрана Точнее рабочего стола То есть нажимаете плюс чтобы его скрыть Нажимаете минус для того чтобы его снова запустить Но если вы нажмете минус во время запущенной игры То игра закроется Потому что вылетит Но у вас появится снова рабочий стол Объясню как это работает Вот получается у нас рабочий экран Мы просто нажимаем плюс И все, все тухнет Нажимаем минус и рабочий экран снова запускается Чтобы вы понимали я сейчас запущу окно какое-нибудь Вот Xbox Live Чтобы вы видели что получается Мы нажимаем плюс, все закрывается, остается только вот окно, которое у вас на экране работает. Нажимаете минус, у вас снова запускается игра. То есть делаете как, запускаете Forza Horizon, скрываете все, что вам не нужно, ждете пока она запустится полностью, на весь экран, разумеется. И когда она у вас запустилась, нажимаете плюс, и все, у вас, ну, сзади на фоне пропадает экран, вы, разумеется, его видеть не будете, но он точно пропал, увидите. Если вы нажмете минус, то игра сразу же закроется, но рабочий стол появится. Если же вы нажмете плюс до того, как игра раскроется в полный экран, то есть, к примеру, вот сейчас, то вот в таком окне у вас игра и раскроется. Ну, сейчас вот увидите, она сейчас загрузится, сейчас вы должны услышать звуки. Вот, слышите? То есть, звуки игры есть, но при этом игра как бы не раскрылась, потому что основное приложение игры не запустилось. Сейчас я отключу обратно. То, что запускается сначала, именно вот это Forza Horizon 4, вот это вот первое окошко, это не основное окно игры. Когда оно запускается, оно скрывается и запускается уже игра. И вот после того, когда запустится именно игра, вам тогда надо нажимать плюс. И вот с таким фиксом игра работает стабильно. Это проверено огромным количеством людей. Фикс я, разумеется, приложу в описании. И это вот, ну, прям последний вариант. Если у вас и с ним, скажем так, игра не работает, вылетает, то я уже не знаю, что делать. Потому что я как бы не программист. Даже все те способы, которые я нашел, я нашел их в интернете, на разных форумах, перелопатил кучу информации. Я потратил, не знаю, часов, наверное, 5 в сумме для того, чтобы запустить себе игру, чтобы понять, что не работает, что конфликтует. Но, да, такие проблемы есть. И, как я и сказал, эти проблемы касаются не только вот активационной версии, но также и оригинальной версии игры. Так что тут больше претензия не к самой игре, а именно к самим Microsoft. Потому что они, ну, криворукие ребята, которых еще поискать надо. Такие проблемы они знают еще с Forza 3. И вот с Forza 3 эти проблемы перекочевали и сюда. Ну, а на этом все, друзья. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать новые видео, новые стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Так что всем удачи, всем пока.